Приветствую! В этом видео разберемся, как рисовать графические примитивы на DirectX 12 с использованием языка программирования C++. Для выполнения этого видео тебе потребуется среда разработки Visual Studio Community, можно использовать, далее небольшие знания языка C++, стандарт 20-й, и, конечно же, нужен графический адаптер, который будет поддерживать DirectX 12. В принципе, все, давайте приступим к туториалу. Первым делом стоит подключить DirectX 12. Для этого идем в линкер и в Additional Dependencies добавляем следующие библиотеки. Нам необходимо d3d12.lib, далее dxgi.lib и подключаем также d3dcompiler.lib. Это стандартные библиотеки, они есть в Windows 11 и даже в Windows 10. Далее откладываем загрузку d3d12.lib и давайте немного поменяем Output Directory на BIN. А также удалим Solution Dir, нам не потребуется разделение на Солюшены и так далее, будем сразу в BIN все выгружать. Это уже скомпилированные файлики. И Intermediate Directory у нас будет Object. И выставляем стандарт C++ 20. Нажимаем Apply, OK. Для того, чтобы у нас была наиболее гибкая архитектура, нам необходимо поменять логику работы программы. Для начала нам потребуется каким-то образом получать квадратик окна. Квадратик окна задается с помощью следующих параметров. Первый параметр — начало по x, второй — по y, далее по сути ширина и высота. Но вот ведь незадача. Мы не знаем, как получить вот эти параметры ширины и высоты. Мы будем их получать из игрового вьюпорта. Но для этого нам необходимо поменять архитектуру приложения. Давайте добавим новый класс, который будет по сути интерфейсом — iDirectX. Нажимаем OK. И этот интерфейс будут реализовывать уже другие классы, которые будут дочерними у нашего приложения. Это могут быть игры или какие-то вьюпорты. Давайте объявим публичный конструктор, инициализатор класса — idx. Сюда мы будем передавать ширину, высоту окна, а также название окна с помощью std.wstring. Также объявляем virtual destructor — idx, потому что у нас это интерфейс. И нам необходимо подключить библиотеку windows.h. Это будет у нас такой общий интерфейс, который будет получать свойства адаптера графического и параметры окна. Объявляем инициализатор, апдейт, рендер и, конечно же, нам необходимо destructor — destroy. Это пока что виртуальные функции, которые будут реализовываться в дочерних уже классах. Также нам понадобятся асессоры или геттеры. Нам нужно получать ширину окна. Мы ее зададим потом параметром mwidth. И далее нам потребуется также высота окна — getHeight. Также возвращаем просто mheight, который мы далее объявим. Можно вот в таких скобочках сразу же в хедере возвращать значения какие-то, которые вы не хотите писать дополнительно в C++ файле .cpp. У нас будут protected переменные — это uint, mwidth и mheight, то есть ширина и высота окна. Также опционально можно задавать название окошечка и соотношение сторон. Давайте будем aspect ratio задавать при инициализации вот этого вот интерфейса. Далее. Так как в системе могут быть несколько адаптеров, мы должны каким-то образом дифференцировать их. В DirectX есть такое понятие warp device. Это, по сути, без графического адаптера отрисовка. Либо подменные адаптеры, у которого урезанный функционал. Итак, нам необходимо в приватных переменных объявить, во-первых, название окошечка. Нам необходимо include string сделать, подключить эту библиотеку. И давайте сразу же definition объявим в C++ файле. Создаем definition, то есть эти объявления уже функций. Как же нам инициализировать окно? Мы будем передавать сюда какие-то параметры и как-то передавать дальше. Но для того, чтобы нам использовать еще и графический адаптер, надо его как-то получить. Для этого давайте напишем вспомогательную функцию, которая будет, по сути, возвращать графический адаптер в переменную, которую мы зададим. Нам необходимо использовать idxgi-factory1. Ее нужно будет передать с помощью указателя. Также подключаем сразу же библиотеку dxgi-версии 1.6. Внимательно смотрите, что мы используем в заголовках. Далее, необходимо будет предоставить еще output параметр некоторый, output pointer. Он может быть у нас пустым, поэтому необходимо использовать вот такой макрос. Output pointer result maybe null. То есть у нас может быть указатель пустой. Сюда передаем idxgi-адаптер 1. И далее булевую переменную, которая будет предоставлять суперпроизводительный адаптер графический. По умолчанию мы запрашиваем доступный, первый доступный адаптер. Можно сделать по-своему запросы. Давайте сразу же определим переменные при инициализации данного интерфейса. Сразу же передадим в значение mWith значение with из аргументов данного инициализатора. В height передадим тоже значение height. И в title передадим name. И также давайте зададим по умолчанию значение useWarpDevice false. Можно сразу же вот таким образом задавать значение переменных при инициализации каких-то вот классов. В данном случае это интерфейс. И внутри уже давайте вычислим соотношение сторон. Нам необходимо статическое приведение до типа float сделать. Получаем попросту ширину и высоту. Делим ширину на высоту, получаем соотношение сторон окна. Все достаточно просто. Итак, что же будет внутри hardware adapter? Во-первых, чтобы у нас C++ не ругался, необходимо использовать макрос useDeclarativeAnnotations. Используем его. И далее получаем ppAdapter. Это указатель на адаптер. Он по умолчанию у нас пустой. И в него мы что-то дальше запишем. Мы будем использовать comPointer. И данный тип данных адаптер получается из idxgiadapter1. Что такое comPointer? Это умные указатели. Они получаются из заголовка wRL. Но я привык указывать сразу пространство имен, из которого получается данный тип. Мы используем comPointer, то есть умные указатели. И далее возьмем idxgi.factory6. Это будет наша фабрика. Factory6. Которую мы будем использовать для получения адаптера. И далее вы увидите, как оно все вместе работает. Если мы по умолчанию смогли получить интерфейс с помощью factory query interface, то есть мы запрашиваем доступный интерфейс и записываем в factory 6. Что это такое, узнаем дальше. Пока что пробегаемся в цикле. Из uinteger это adapter index по умолчанию от нуля до некоторого значения. Какое второе значение у нас, порог? Нам необходимо проверить, есть ли вообще у нас GPU. И также запросить некоторые параметры. Смотрите, если мы запрашиваем производительный адаптер, то необходимо передать флаг dxgi.gpu.reference.highperformance. В ином случае передаем неопределенные предпочтения в выборе адаптера. И нам необходимо все это записать в переменную адаптер. И последнее у нас в цикле должен быть инкрементатор. То есть нам необходимо прибавлять индекс адаптера. Я сделал ошибку, написал запятую после адаптера индекса равно 0. И там необходимо поставить точку с запятой. И вот последнее у нас переменное в цикле. Это у нас прибавление индекса, то есть инкрементатор. И у нас по сути вот такой цикл. Он будет выбирать из-за перечисления адаптеры по определенному флагу. То есть у нас есть предпочтение, если мы передали request high-performance адаптер. Если это true, то выбираем высокопроизводительный графический процессор. Если нет, то выбираем первый попавшийся. Можно логику самостоятельно сделать иную. Эта логика по умолчанию в принципе рекомендована Microsoft. Итак, нам необходимо описание адаптера. Для этого используем специальный тип данных, структуру dxgi-adapter-descriptor-1. И получаем дескриптор из адаптера. Записываем в дескриптор значение. И далее пробегаемся по флагам. Если у дескриптора есть флаги, то есть адаптер является софтвэр, то мы продолжаем цикл. То есть это по сути софтвэр, эмуляция видеокарты, насколько мне известно. Если у нас создание девайса через функцию d3d12 create device успешно, мы передаем туда адаптер, значение из нашего умного указателя с помощью get, и запрашиваем уровень фич. Используем DirectX 11.0 с помощью d3d feature level. Можно запрашивать другой уровень различных фич, для того, чтобы получать какие-то дополнительные возможности, но вы не знаете, что поддерживает графический процессор. И нам необходимо последним параметром передать id3d12 device null pointer и прервать цикл. Это создание, по сути, девайса. Далее необходимо подключить заголовок d3d12 из хейдер файла, и после чего вы сможете увидеть, что данная функция у нас без ошибок вызывается. Далее. Вот мы получили адаптер некоторый. И теперь мы должны проверить, есть ли этот адаптер. Это пустой указатель, или у нас что-то туда пришло. Если у нас что-то пришло, то опять же делаем цикл, пробегаемся по всем индексам из массива адаптеров. Как это получается? Мы берем перечисление, enumAdaptors из pFactory, передаем туда индекс адаптера и переменную адаптер, в которую мы запишем все это дело. И прибавим, конечно же, адаптер индекс. Теперь нам необходимо как-то сегментировать адаптеры. То есть в первом случае мы выбрали попавшийся адаптер. Он софтверный. А теперь, если мы все-таки не смогли создать адаптер, необходимо еще раз его создать. Мы попросту копируем код и вставляем сюда в тело цикла. Мы пробегаемся по всем возможным адаптерам и создаем устройство. Это необходимо в случае, если вы все-таки не смогли создать адаптер. И далее нужно передать этот адаптер с помощью Adapter Detach в PP-адаптер, в указатель вот этот PP-адаптер. Таким образом получается Hardware-адаптер, то есть устройство именно. Это у нас такая вот вспомогательная функция. Теперь давайте сделаем новый класс, который будет уже являться игрой или вьюпортом нашего движка. Можно его создать в папочке App, например, у нас это FilterApp. И базовый класс у нас это Interface IDX. То есть мы наследуемся от интерфейса. Конечно же перемещаем все это дело в папочку FilterApp. И нам необходимо в Includer подключить IDX.h. По умолчанию может не подключаться. Проверяем еще раз, что у нас включается, какие заголовки. Теперь давайте опишем наш класс игры. Во-первых, у нас будет конструктор. Мы помним, что должны передать ширину окна, высоту окна и название окна. Это все наследуется из интерфейса. Также у нас есть некоторые методы, которые мы можем переопределить. Чтобы их определить именно в этом классе, нужно убрать равно 0, либо написать override. Можно написать вот в таком виде. И теперь вы можете их уже реализовывать. То есть в интерфейсе мы определили, что есть такие методы. Все дочерние классы могут реализовывать эти методы. Теперь мы их реализуем. Давайте definition объявим. И что у нас внутри будет? Во-первых, у нас должна быть какая-то инициализация, цикл обновления окна, цикл рендеринга и разрушения окна. В конструкторе мы, во-первых, наследуемся от интерфейса и получаем и передаем все данные из интерфейса. Ширина, высота окна и название. Дальше мы здесь еще будем инициализировать некоторые внутренние переменные, значения, которые мы хотим, чтобы у нас при инициализации данного класса по умолчанию задавались. Что будет в инициализации? В onInit, именно вот в этом методе, мы будем подгружать пайплайн графический и загружать ассеты в наш графический процессор. Помним, в предыдущем видео сделали main. В этом видео у нас будет несколько другая логика. Нам необходимо будет использовать наш новый game-класс. Пока что можем все закомментировать и сделаем новую архитектуру. У нас будет класс игры, который мы объявляем в main нашей функции. Давайте назовем game попросту данный класс или game-триангл, потому что мы будем рисовать треугольничек. И, в принципе, нам необходимо предоставить некую ширину, высоту и название окна. Это не совсем корректная инициализация всего и вся, но для начала нам необходимо что-то простое. Поэтому давайте попросту из main будем передавать сразу же статические значения ширины и высоты и названия окна. И вот тут возникает вопрос. Нам нужно что-то возвращать. Main должен что-то возвращать. У нас консольное приложение. Для этого мы должны переделать немножечко наш класс window. Для этого мы объявим новую статическую функцию run. Она будет возвращать интеджер. И передадим указатель на интерфейс DirectX. Далее необходимо передать hinstance. Сейчас увидите, для чего это нужно, чтобы нам окошечко отрисовать из Windows. И также можно передать сюда некоторые команды. В нашем случае команда для показа окна будет. Нам необходимо получать еще окно. hwindow. Вот это вот. Мы попросту объявляем вот такой getter, getter функцию. И переименуем немножечко hwindow в mhwindow. m это как бы member, то есть это член класса. Я использую этот префикс, чтобы было удобно. Потому что это как бы внутренняя переменная в классе, чтобы мы разделяли публичные переменные от внутренних. Давайте сделаем definition, определение данной функции. Нам необходимо включить заголовок интерфейса idx.h. И далее мы можем немножечко изменить, во-первых, логику работы окна. Это делается для того, чтобы мы могли, во-первых, изменять размер окна динамически, а во-вторых, чтобы мы могли получить графический адаптер. Сейчас вы увидите, как можно получать графические адаптеры с помощью некоторых команд, которые передаются и транслируются в WinAPI. Итак, в run попросту давайте перенесем все, что у нас было сделано до этого в инициализаторе. В Windows класс X оставим тем же и удалим ненужные объявления. У нас стиль будет hredraw или vredraw, то есть вертикальные или горизонтальная перерисовка. Давайте переместим немножечко код. И можно немножечко настроить параметры нашего Windows класса. Удалим ненужные вещи, опять же, и используем саму Windows Procedure. То есть нам необходимо будет процедуру переместить вверх вот эту LPFN или WND PROC. Мы используем вот такой Windows класс, передаем 0 туда. И теперь мы можем зарегистрировать этот Windows класс вот в таком виде. Нам теперь не нужно проверять ничего. Нам единственное нужно будет как-то получить ширину окна. Мы уже сделали getter для ширины окна и отрисовки вот этого квадрата окна. Мы получаем из интерфейса idx ширину окна и еще одним параметром, конечно же, высоту окна. Для этого делаем статическое приведение типов. По сути, область квадратика окна с его параметрами. Именно координат. Теперь можно задать размер окна. Adjust window rect. У нас окно будет перекрываемое. И передаем туда window rect. Это, по сути, окно на переднем плане. Создание окна у нас изменится немножечко. Мы используем create window. Давайте расставим пробелы. Напишем в более удобном для чтения виде передачу параметров функцию с помощью расстановки пробелов и переносов. Теперь, чтобы создать окно, нам необходимо получить, во-первых, window class и получить его класс name. Это первый параметр. Второй параметр мы должны получить из idxgame. Мы получаем название окна из нашего интерфейса. Удаляем следующие два аргумента. И что у нас еще? У нас будет размер окна вычисляться из квадрата окна. Правая граница минус левая граница. Это у нас ширина. И нижняя граница минус верхняя граница. Это высота. Передаем туда hinstance и экземпляр интерфейса или реализации интерфейса idxgame. Это нужно, чтобы потом нам удобно читать различные команды. Видим, что у нас ругается create window. Удаляем ненужную проверку на создание окна. Почему у нас все ругается? Потому что у нас нету getter'а, getTitle, доступа к названию окна, которое мы хотим использовать. Давайте сделаем getter, который будет получать название окна. Getter в данном случае это по сути доступ к внутренним переменным. Таким образом получаем название окна. Мы должны теперь показать окно. Удалим все, что нам не нужно в цикле запуска окна, в цикле прорисовки. И далее мы должны как-то заставить наш дочерний класс инициализировать себя. Мы вызываем onInit. И далее показываем окно. Передаем туда обработки сообщений окна. В данном случае у нас подход немножечко изменится. Пока у нас сообщение не равно выходу из окна. Это может быть alt в 4, либо закрытие на крестик, либо любое другое действие, которое вы сами определите. Пока мы не вышли из окна, не закрыли его, мы будем получать сообщения, которые поступают из WinAPI. С помощью пик-месседж. И будем записывать все эти сообщения в вот такую переменную месседж. Давайте поменяем ее название, чтобы у нас все было согласно некоторому стандарту. Передаем туда пустой h-window. И вот такие параметры, что мы сообщения будем удалять из всего пула сообщений. Далее мы это сообщение передаем и диспатчем. Теперь нужно удалить экземпляр игры и всех классов, которые у нас наследуются от idxgame. Нам нужно вернуть некоторый чар из месседж wparam. Вот таким образом у нас новая функция запуска окна реализована. Это нужно, чтобы в удобном виде в дальнейшем использовать более гибкую архитектуру. И сейчас вы увидите, насколько будет все удобнее. Используем запуск окна. Новую функцию window run. И передаем сюда попросту game triangle. То есть наша игра. Игра по отрисовке треугольника. Но тут возникает вопрос. Откуда нам взять h-instance? И откуда взять еще команду для показа окна? Так как у нас консольное приложение, мы не можем использовать именно обработчики, вот эти, которые предоставляются из window application. То есть из именно графического приложения. Из типа графического приложения в windows. Итак, что мы можем сделать? Во-первых, мы можем объявить команду для показа окна. Можно использовать integer и h-instance объявить пустым в начале. То есть мы попросту используем один инстанс окна и команду для показа окна. Сейчас мы ее поменяем, потому что команда для показа окна 1, по-моему, не показывает окно. Там нужен интеджер равный 5. Это специальный макрос. Давайте в window подключим idx и посмотрим, что изменится. Конечно же, у нас возникает ошибка, потому что мы не можем открыть idx, потому что мы его не включили в правильном виде. Используем кавычки. Опять же, возникает ошибка. У нас не объявлена процедура окна. Window procedure. Вот этот callback. Для этого мы должны его поднять повыше в файле. Обычно его располагают вверху. Либо используют другой паттерн, объявляют, что есть такая процедура, и затем ее где-то реализуют внизу. Давайте использовать простой способ. Просто поднимем повыше. И тут у нас получается ошибка, что мы не инициализировали message. Нужно инициализировать. Далее отлаживаем. Что у нас дальше? Мы не можем достучаться до hwindow защищенного. Ошибка линкера. Для этого попробуем включить каким-то образом hwindow. Можно его объявить в начале, где-нибудь наверху, и написать hwindow это у нас null pointer. Можно в таком виде, но, как мы увидим сейчас, так не прокатит. Опять же, возникает эта ошибка. Что предлагает Microsoft? Они предлагают написать hwindow сверху. Мы просто говорим, что данная переменная у класса window, она у нас пустая. Нулпоинтер. В таком ключе у нас все должно заработать. И видим, что окошечко у нас не отображается. Ошибка. Что у нас не так? Всегда проверяйте и дебажьте программу перед тем, как писать кучу кода. Нам необходимо передать вот именно такой вот интеджер, равный пяти, как я уже говорил. Это у нас swshow, макрос специальный. Далее запускаем дебаггер и смотрим. Обработка создания окна неправильная. Меняем ее следующим образом. WM create в процедуре window procedure. И вуаля! Окошечко отрисовали. Мы вернулись к тому, что мы делали в прошлом видео, но с использованием DirectX 12. Вы уже молодцы. Теперь давайте подумаем, что будет у нас в игре. Мы сначала все будем в куче обрабатывать. Будем использовать объекты пайплайна графического, объекты для синхронизации этого пайплайна и ресурсы приложения. Пока что все будет в каше для того, чтобы отрисовать и порадоваться. Дальше будем менять архитектуру постепенно. Нам нужно загрузить пайплайн. Для этого делаем новую функцию. Загрузить ассеты. В нашем случае это будут просто массив точек для отрисовки треугольника. Далее нужно наполнить командный лист и подождать предыдущий кадр. В данном ключе мы используем простой пайплайн. И будем использовать максимально удобный для восприятия пайплайн. В принципе процесс создания устройств и цепочек буферов очень похож на Direct3D11. Этот код будет создавать основы для графического конвейера. Для начала давайте включим отладочный уровень с помощью вызовов. Следующих методов. DebugInterface и DebugLayer. Для этого необходимо создать DebugController. Если у нас режим отладки, то мы будем использовать отладочный контроллер. Что это такое? Во-первых, откуда получить нам все это дело? Мы должны теперь подключить DXD3D12.h. Вот эту библиотеку. И также нам необходимо WRL использовать. И если вы не хотите объявлять сверху namespace, то прописываем вот тут сразу же название namespace. Microsoft WRL Compointer. Вот этот умный указатель. И используем DebugController. ID3D11 или 12 Debug. Получаем DebugInterface с помощью данного метода и записываем его в DebugController. Теперь мы можем включить отладочный слой с помощью вызова enableDebugLayer. То есть мы вызываем метод enableDebugLayer. Готово. Отладочный слой у нас включается. Теперь мы можем задать флаги для нашей factory. У нас есть флаг createFactoryDebug. И готово. Это у нас для отладки. Теперь нам нужно опять же использовать указатели. Вот эти умные указатели. И заполнить. То есть мы хотим заполнить описание очереди команд. И затем создать. Эту очередь команд. Как это делается? Для начала создаем нашу фабрику. С помощью createFactory2. Передаем туда флаги. И в factory результат возвращаем. Теперь. Если мы используем warpDevice. То есть вот это устройство, которое не поддерживает много возможностей DirectX по соте. Урезанный функционал. Это может быть интегрированная видеокарта. Или какая-то видеокарта урезанная. То есть тут различные варианты могут быть. Все зависит от вашей системы. Если мы используем вот этот warpDevice. То есть простой адаптер. Мы должны его определить. WarpAdapter. Мы можем получить его из перечисления адаптеров. Из factory. И записываем warpAdapter. В таком виде. Теперь. Следующим этапом нам необходимо будет создать наш девайс. То есть мы должны теперь сделать некоторые девайс, которые будем использовать. То есть это устройство наше графическое. с использованием возможностей уровня версии 11.0. DirectX 11.0, конечно же. И теперь у нас возникает вопрос. Куда записывать устройство? В какую переменную? Мы теперь можем наконец-то объявить девайс. То есть мы берем и создаем новую переменную с названием m, нижнее подчеркивание, девайс в нашем заголовке game.h, наш хедер файл. Это будет приватная переменная. И она относится к объектам нашего графического конвейера. Пайплайн. В DirectX 12 немножечко по-другому работает именно обработка команд. Здесь появились более гибкие процессы для управления графическим конвейером, скажем так. У нас есть командный список, список команд, command list. Мы к этому перейдем попозже. Итак, проверяем, что у нас создается устройство. Все ли правильно задается. И видим, что у нас ошибка, что мы не подключили заголовок. И у нас ругается C++ и среда разработки. Откуда брать данную переменную? Если вы удалите список аргументов, то увидите, что попросту Visual Studio не видит, что такое M-девайс. Откуда M-девайс получается? Хотя в заголовке у нас все хорошо. Такая ошибка может возникать часто. И она получается вследствие того, что нужно еще в C++ файл, то есть C++ вот этот, подключать нужный заголовок. Даже если вы используете подсказки, у вас ничего не поменяется. Любые действия не приведут к успеху именно из-за того, что вы забыли использовать заголовок. Имейте это в виду, что иногда заголовки нужно подключать и в хедере, и в C++ файле. Я использую именно в хедере подключение библиотеки WRL. И теперь видим, что необходимо еще подключить D3D12.h. И все. Теперь у нас ошибка исчезла. То есть подключили в заголовки. Используем DirectX или D3D12. И все у нас хорошо. Теперь можем, после того, как сделали Warp адаптер, использовать теперь уже нормальный адаптер. Это адаптер 1. Hardware адаптер. У нас может быть все-таки графическое устройство, которое является физическим. Hardware адаптер. Для этого получаем наш конвейер и записываем Hardware адаптер. Вот это вот переменная. После чего также создаем девайс. Передаем только Hardware адаптер. Все то же самое. Теперь мы сделали устройство. Теперь нам нужно заполнить очередь команд. То есть нам нужно сначала описать эту очередь, а потом создать ее. Для того, чтобы описать очередь команд, необходимо использовать вот такую структуру. Дескриптор очереди. D3D12.h. CommandQ. Desкриптор. Перейдем во флаги. Следующие параметры. Используем CommandQ flag none. Пустой флаг. Тип у нас дескриптора. Это CommandListDirect. Прямой список, по сути. И далее используем устройство и создаем командную очередь. Очередь команд. Сюда передаем описание. Вот этот дескриптор. И аргументы. Я использую такой макрос idppv.args и передаю, получаю, вернее, очередь команд. То есть записываю очередь команд вот таким образом. Но куда записывать очередь команд? Мы же не создали переменную эту. Нам необходимо ее сделать. Для этого давайте объявим новую переменную в заголовке. Эта переменная, опять же, используем умный указатель id3d12.commodQ. Все, теперь C++ не ругается и хорошо. Следующим этапом, после того, как мы сделали очередь команд, необходимо объявить swapChain. Это цепочка буферов. swapChain. То есть сначала мы описываем эту цепочку буферов, а затем ее создаем. Но для этого нам необходимо задать число буферов. Оно равно числу кадров. Используем в простом случае два кадра. Ширина нашего swapChain цепочки буферов это ширина окна. Высота это высота окна. Формат используем следующий. Так как мы используем отрисовку цветных изображений, нам необходимо использовать вот такой вот U-Norm формат. B8, G8, R8, A8. Итак, для чего мы используем буфер? Используем для рендер-таргета, для отрисовки. Далее вы увидите, как это все работает. Какой эффект свопа? Это флип. Просто переключение. Далее. Описание количества дескрипторов, сэмплов. Это 1. И далее используем, опять же, умный указатель. И теперь нам необходимо создать наш swapChain. Используем swapChain 1. В DirectX 12 они теперь разделяются. И тут возникает путаница у тех, кто переходит из DirectX 11. Итак, используем factory и создаем swapChain для нашего окна. hwindow. Получаем очередь команд из нашего умного указателя. Далее получаем окно window. и видим, что у нас опять же ругается среда разработки, что она не знает, где у нас window. Почему у нас window нет? Потому что мы не подключили заголовок window. Можем в C++ файле сразу же подключить window.h. Это window наш уже кастомный, который мы сделали для отрисовки окна. Таким образом получаем hwindow. Передаем swapChain дескриптор, описание нашей цепочки именно буферов. И передаем далее дескриптор полного экрана. Он у нас пустой. И соответственно передаем swapChain, то есть переменную, в которую мы записываем. Теперь делаем ассоциацию с окном. Используем window handle. и также передаем вторым параметром no alt enter. Что это значит? Это значит, что для простоты мы не используем переходы полноэкранные. Итак, далее передаем swapChain. Говорим, что у нас swapChain это и есть swapChain вот в таком виде. Нам необходимо теперь наконец-то объявить эту переменную, потому что мы пока не знаем где у нас swapChain, лежит, куда записывать и как вообще использовать. Итак, swapChain 3 используем. Объявляем переменную mSwapChain и теперь мы говорим, что наш swapChain внутренний мы записали в наш swapChain класса, чтобы затем как-то использовать данную переменную. Для синхронизации необходимо использовать индекс кадра. У нас frame индекс получается из вот этой цепочки буферов. Получаем current back буфер индекс, то есть у нас есть фоновый буфер и можем получить из него индекс кадра. Далее мы должны описать кучу наконец-то. Для этого нужно заполнить дескриптор кучи. У нас будет render target view дескриптор кучи. Что это такое? Это у нас целевое представление отрисовки по сути. То есть как мы будем отрисовывать кадр? Количество дескрипторов равно количеству кадров. Тип мы используем render target view. Флаги используем по умолчанию пустые descriptor heap flag none и далее создаем эту кучу дескрипторов. Передаем туда rtv heap descriptor описание. Это попросту структура для того, чтобы нам создать вот этот render target view. И конечно же аргументами передаем переменную, в которую мы все должны записать. Опять же у нас нет этой переменной. Мы ее можем объявить в game.h в нашем файлике. Эта переменная относится к объектам нашего пайплайна id3d descriptor heap. То есть куча дескрипторов. В нашем случае у нас используется render target view. Мы работаем в рамках одного текущего кадра. То есть у нас сейчас цикл отрисовки обрабатывает один кадр. И в рамках этого кадра мы будем что-то делать. Нам нужно еще размер нашего дескриптора определить и записать его. Давайте получим его из устройства. Вот эта функция. Сюда передаем тип дескриптор хипа render target view и все. Таким образом размер вот этого дескриптора rtv мы получили. Теперь нам нужно определить ресурсы для кадра. Для этого нам необходимо будет подключить библиотеку d3dx12 и оттуда использовать такую структуру cpu descriptor handle. Это у нас целевое представление отрисовки. Зачем оно нужно? Затем чтобы потом как-то все отрисовывать и туда передать вот этот rtv. Итак мы подключаем заголовок вот этот d3dx12.h он доступен в ресурсах к данному занятию на портале learn kyberkala.ru по ссылке в описании можешь найти весь исходный код. Итак объявляем rtv handle получаем из rtv heap descriptor handle для начала кучи. Теперь мы должны создать наш рендер targetview для каждого кадра. В нашем случае мы используем количество кадров равное framecount. У нас два кадра. Итак пробегаемся по этим двум кадрам и получаем буфер из нашей цепочки swapchain. Берем буфер по индексу кадра и записываем результат в render targets по индексу кадра. Вот таким образом. У нас нет этого массива render targets. Давайте его сделаем в заголовке game.h. Для этого используем опять же умные указатели и у нас размер нашего массива количество кадров. Какой тип данных? id3d 12 ресурс. Это попросту ресурс. Итак вот мы записали в массив render таргетов то есть это целевые представления для отрисовки наш кадр. И далее создаем именно view. То есть это определение представления отрисовки. Сюда передаем уже значение из кадра render targets по индексу кадра. Дескриптор у нас пустой. и destination rtv handle и делаем смещение offset на единичку. Последним шагом необходимо создать распределитель команд с помощью create command allocator. И в принципе все. На последующих шагах списки команд получаются из данного распределителя команд и отправляются в очередь команд. Таким образом работает графический движок. и нам необходимо определить command allocator переменной данного класса. Давайте добавим еще один умный указатель и тип данных будет command allocator. Это тип данных который идет из directx 12. Вот таким вот способом у нас наконец-то загружается pipeline. То есть наша цепочка отрисовки. Видим что мы ничего не сломали и хорошо но мы ничего и не сделали. Мы только загрузили pipeline и никак его не использовали. Мы даже не передали туда никакие ассеты и ресурсы. Вторым шагом загружаются необходимые ассеты. В нашем случае мы будем подготавливать ресурсы. Это достаточно длительный процесс и многие из этапов похожи на D3D11. Хотя некоторые этапы являются новыми. В Direct 3D12 обязательное состояние конвейера присоединяется к списку команд через некоторый объект состояния конвейера PSO и мы сейчас рассмотрим как можно создать этот конвейер. Также нам необходимо задать некоторую root signature. Это пустая корневая сигнатура. В таком виде для данного примера у нас пустая сигнатура объявляется и создается с помощью вспомогательной структуры. Теперь еще раз куча дескриптора. Зачем она нужна? она определяет представление и способ доступа к ресурсам. Например, целевое представление отрисовки RenderTargetView. С помощью распределителя команд и PSO можно создать фактический список команд, который будет выполняться позднее. И данные методы API, которые мы сейчас пишем, они должны выполняться последовательно. То есть порядок выполнения загрузки ассетов и ресурсов очень важен. Давайте сделаем сигнатуру и ошибку. Это некоторые типы данных блобы. Мы создаем нашу корневую сигнатуру версии 1 и у устройства создаем эту корневую сигнатуру. Передаем указатель на буфер, размер буфера и возвращаем в переменную root signature значение. Опять же, нам необходимо ее сделать. Давайте в game.h по уже выработанной технологии с помощью копирования объявим id3d12 root signature. Это корневая наша сигнатура. Далее вы увидите зачем она нужна. пока что это все звучит как очень сложно и непонятно и зачем вообще. Теперь нам нужно сделать состояние нашего пайплайна. На данном этапе мы будем компилировать и загружать шейдеры, которых пока что у нас нет. И что это такое вообще? Далее мы будем заполнять список команд. Итак, нам необходимо шейдер вершин vertex shader и шейдер пикселей pixel shader. это некоторые структуры, которые у нас будут использоваться. Теперь, если мы используем отладку, мы должны значит каким-то образом указать отладчику флаги для компиляции, чтобы отлаживать шейдеры, если где-то накосячили. Такое бывает часто. И затем нам необходимо их загрузить и скомпилировать эти шейдеры. Итак, у нас флаги для отладки. Это флаг компиляции и пропуска оптимизации. Для этого, для использования данных флагов и макросов необходимо подгрузить заголовок D3D компайлер. Если мы не используем отладку, то у нас флаги попросту пустые. Ноль. Отлично. Мы определились с дебагом шейдеров. Теперь необходимо сделать непосредственно сам шейдер. Давайте посмотрим, как создаются шейдеры из кода и как их использовать, как загружать в конвейер и на графический процессор. Мы можем скомпилировать шейдеры сразу же из файла. Вот с помощью такой вот функции. Туда необходимо предоставить, во-первых, путь к файлу. Я буду использовать вспомогательную функцию, которая получает полный путь до ассета. Она не определена у вас, но в проекте стартовом, который предоставляется, она уже будет сделана. Это для ускорения и удобства работы с нашим фреймворком графического движка. У нас метод будет getAssetsFullPath и мы должны его написать. lp cw string название ассета. Давайте я покажу быстренько, как самостоятельно это сделать. Нам попросту необходимо вернуть, во-первых, путь папки с нахождением данного ассета, где ассет расположен, и прибавить название ассета. Опять же, путь до ассетов необходимо вам будет самостоятельно каким-то образом получить. для тех, кто смотрит данный интенсив на сайте learn kyberkala.ru может получить стартовый проект к этому видео, и там уже готова реализация данного метода. Мы попросту будем использовать функцию для получения ассетов, и затем во внутреннюю переменную передавать именно путь до ассета. Ассетом является любой файл, который используется в проекте. Для удобства можно сделать даже фильтр. Ассетом могут быть как какие-то текстуры, шейдеры, вспомогательные картинки, модели и так далее. А я напоминаю, что полный проект к видео и дополнительные материалы доступны в интенсиве 3D-игровой движок на C++. Переходи по ссылке в описании. Мы получили ассеты с помощью функции GetAssetsPath из хелпера. Это специальный заголовок, который идет в проекте с различными вспомогательными методами. Итак, сюда мы попросту предоставляем название файла. Вот как удобно. Не нужно думать, где он располагается, мы просто его помещаем вместе с проектом. Далее получаем EntryPoint. У нас это название метода у VertexShader VSMain. Далее предоставляем версию шейдера 5.0 и флаги для компилятора. Последним аргументом необходимо передать VertexShader. Это у нас переменная, в которую мы запишем данные шейдера. Теперь наконец-то создадим новый шейдер. Давайте возьмем сначала VertexShader и создадим из шаблона. Оказывается, шейдеры можно совмещать. Можно использовать пиксельный шейдер и шейдер вершин и записывать их в одном файле. Для этого необходимо несколько точек входа определить. Будем использовать название метода VertexShaderMain для точки входа наших шейдеров вершин. Итак, что будет на входе? Позиция и цвет. И возвращать мы будем некоторые PixelShaderInput. Это структура, которую мы получим. Давайте сейчас рассмотрим, как унифицировать ввод и вывод шейдеров. Именно передачу данных между шейдерами. Объявляем структуру PSInput. У нас будет позиция и цвет. В этом простом примере у нас используется только позиция точка именно треугольника и цвет. Для этого мы пишем шейдер, потому что с помощью шейдера на экран выводится картинка. Итак, мы используем структуру PSInput в качестве выхода из нашего VertexShader. Теперь в пиксельный шейдер, шейдер пикселей, мы передаем вот эту структуру PSInput и возвращаем таргет. мы попросту возвращаем цвет Input Color. Чтобы передать данные теперь и использовать шейдер вершин, нам необходимо передать в результат позицию и цвет. Все. И результат вернуть из шейдера вершин. Вот такой простой шейдер мы сделали, чтобы отрисовать треугольник. В принципе шейдеры не такая уж и сложная вещь, и специальный язык есть HLSL, есть еще другие шейдеры. Давайте для начала использовать Custom Build Tool. Создадим параметры в таком виде и будем выводить шейдер, копировать его в папку в выходную, там где у нас исполняемый файл. Для этого мы должны в командную линию Command Line в терминал ввести параметр Copy Identify и предоставить туда макрос для подстановки директории. Вот. Таким образом мы данный шейдер будем передавать сразу же в директорию, где у нас скомпилированный исполняемый файл. Вместо того, чтобы этот шейдер исключать из проекта, как многие делают. Соответственно, мы теперь можем использовать макросы. Теперь я показываю, как макросы использовать. Заходим в макросы и ищем нужный макрос. Используем Output Dir и Identity. И разграничиваем их, разделяем с помощью обратного слэша. Все. Это у нас выходная директория. Видим, что здесь все достаточно понятно. И я думаю, на этом этапе у вас не возникло вопросов. А если возникли вопросы, напишите в комментариях, потому что тема интересная и достаточно сложная. Но я постараюсь объяснить ее максимально доступно. После того, как мы подгрузили шейдеры вершин, необходимо также теперь скомпилировать шейдеры пикселей. Для этого мы попросту копируем строчку, меняем название входной функции PSMain и меняем данные для выхода. Мы записываем в Pixel Shader выход. Теперь нам нужно объявить структуру макет входных данных вершин. Он определяется с помощью дескриптора. Нам нужно заполнить описание состояния конвейера и затем создать состояние графического конвейера. После того, как мы сделаем описание макета входных данных вершин. Что это такое? Это по сути описание того, что мы передаем в шейдер. у нас есть два по сути элемента позиция и цвет. Нам необходимо как-то эти данные передать. Для этого мы должны объявить вот такой дескриптор. Первая структура это позиция. Мы определяем формат dxgi у нас rgb 32 float и последний у нас аргумент это у нас input насколько я помню classification. у нас данные повершинно передаются. Затем нам необходимо передать данные о цвете. Тут в принципе все идентично за исключением смещения. Мы смещаем именно позицию нашего значения внутри на 12 потому что у нас необходимо 12 байт для хранения позиций вершин нашего треугольника. Теперь нам нужно сделать pso. То что я объявил ранее нам необходимо теперь использовать. Мы используем дескриптор pso. Это состояние конвейера. Объект состояния конвейера. Пиплайн state object его нужно определять следующим образом. Нужно объявить input layout которое мы до этого сделали. Это у нас описание шейдера с помощью позиции цвета. Сигнатуру получаем. Теперь у нас все кубики собираются и мы все объединяем вместе. Нам нужно передать шейдер вершин его байт код с помощью вот такого вот метода преобразования и шейдер пикселей пиксер шейдер получаем опять же байт код. То есть у нас все уже скомпилировано мы просто байт код передаем в наш объект состояния конвейера. Также устанавливаем состояние растерайзера. У нас по умолчанию это дефолт. Теперь необходимо передать состояние перехода blend state. Мы его тоже должны объявить. Это у нас обычный дефолтный blend state. Мы используем по умолчанию в простом случае вообще описание дескрипторов. Мы не будем использовать def stencil. У нас нет пока что глубины. Мы не знаем о том, где объекты расположены. Для этого выключаем вообще глубину. и sample mask у нас будет максимальное значение unsignate integer. Топология примитивная. Нужно указать в данном случае triangle. Это вот эти треугольнички. Количество рендер таргетов 1. Формат rtv у нас по умолчанию используется dxgi формат и тут задаем цвет r8g8b8a с альфа каналом u-norm нормальное распределение цвета вот такое. Это стандартные параметры для данной задачи. Количество наших сэмплов единица. Теперь наконец-то создаем состояние графического конвейера. Передаем вот этот объект состояния конвейера pso-descriptor и теперь сохраняем в переменную pipeline-state который пока что у нас нет. Давайте ее сделаем. И в конце мы соберем все блоки кирпичики воедино и вы поймете как оно вместе должно работать. Но пока что смотрим и размышляем как можно использовать в своих каких-то задачах данные графическое API. Итак делаем объявление pipeline-state создаем переменную в game.h чтобы использовать ее в дальнейшем и после того как мы сделаем наконец-то графическое состояние состояние графического конвейера то мы можем наконец-то создать список команд create command list список команд в таком виде у нас тип прямой берем allocator команд получаем состояние графического конвейера и записываем в переменную список команд нам нужно эту переменную создать мы создаем command list вот такого типа это переменная graphics command list мы сделали наконец-то список команд отлично следующим этапом нам необходимо сделать буфер вершин и скопировать данные вершины в буфер вершин закрываем список команд и теперь определяем буфер вершин это вертекс буфер для чего он нужен это непосредственно геометрия нашего объекта примитива в данном случае у нас треугольник 2d он не в пространстве в объемном он плоский чтобы определить наш массив точек и цветов треугольника необходимо объявить новую структуру данных вертекс будем использовать встроенные типы данных в directx math библиотеку в дальнейшем будем переходить на свою библиотеку математического аппарата для начала для упрощения используем из directx следующие типы данных xm float 3 они должны соответствовать входным данным шейдера который мы сделали и нам необходимо как-то передавать позицию как-то передавать цвет вот для этого используем xm float 3 для хранения позиций и xm float 4 для хранения цвета подключаем заголовок directx math и теперь нужно использовать пространство имен directx из этого пространства получаем вот такой вот тип данных и определяем структуру с помощью этих типов данных итак для того чтобы определить вершины нашего треугольника необходимо немножечко порисовать и представить как этот треугольник будет в пространстве отображаться и чем он задается так как мы работаем в пространстве экрана я напишу сначала примерные нативные соображения по расположению точек треугольника эта точка будет допустим у нас левая она будет на 25 флоутов отнесена влево минус 0.25 и вниз на некоторое значение то есть минус 25 флоутов влево относительно центра экрана правая точка будет нижняя на 25 флоутов вправо относительно центра экрана и верхняя точка будет располагаться на нуле или 0.25 флоут уже относительно середины экрана по оси y вот у нас состояние осей оно описывается следующим образом центр координат o то есть origin начало находится в центре экрана определяем что центр находится в нуле теперь задаем относительно нуля положение первой верхней точке 0 по x 25 по y теперь у следующей точки правой нижней будет координата 25 по x минус 25 по y и соответственно у левой нижней точки будет все отрицательное минус 0.25 по x и минус 0.25 по y вот в таком виде для шейдера мы задаем треугольник это нужно помнить давайте обозначим индексы точек чтобы в нужном порядке уже структуру данных передавать первая точка верхняя вторая точка правая и третья точка левая вот запомнили как это должно выглядеть теперь реализуем передаем x y для первой точки умножаем на соотношение сторон экрана собираем кирпичики и последний параметр z 0 потому что мы не в пространстве пока что объемном вторым как бы куском данной структуры является цвет в данном случае rgba красный 1 остальные нули и альфа 1 потом вторая точка давайте раскрашивать треугольник чтобы было как на превьюшке передаем позиции 025 минус 025 цвет будем смещать просто цвет у нас будет цвет в данном случае синий у этой точки и у последней точки будет rgba у второй точки у нас зеленый а у последней точки синий вот давайте я напишу сейчас в коде что будет за что отвечать первые скобочки это у нас позиция по x по y и по z затем через запятую определяется цвет цвет красный интенсивность от 0 до 1 синий от 0 до 1 и вернее не синий а зеленый rgb да потом зеленый идет потом синий и потом альфа идет вот 4 параметра у цвета поэтому xm float 4 и float 4 в самом шейдере теперь все складывается и это попросту вот такой цветной треугольник будет у которого каждая вершина является максимальным проявлением цвета этой вершины максимальный цвет возможный красный зеленый либо синий вот в шейдере цвета от 0 до 1 имейте ввиду теперь нужно определить состояние размера буфера вершин получаем его и создаем ресурс для устройства нужно передать значение свойств кучи heap properties для этого для этого нужно их создать итак мы используем кучу для оплода загрузки чтобы передать статические данные например вертекс буферы и это не рекомендуется только для данного примера это будет работать и в данном примере так как у нас всего три вершины это имеет место быть если больше вершин такой способ не подойдет итак именно куча загрузки heap type upload нужно следующим параметром как у нас определение ресурса требует задать именно ресурс дескриптор описание ресурса что будет в описании ресурса как у нас работает дескриптор во-первых нам необходимо задать тип дескриптора через буфер то есть у нас есть дескриптор в виде буфера в буфер передаем размер вершинного вот это размер буфера вершин вертекс буфер сайс теперь мы передали в устройство данные параметры состояние чтения generic read потом оптимизация у нас пустая пока что и тут нам необходимо будет хранить вертекс буфер нужна опять переменная идем в game.h наш заголовок и определяем новую переменную после чего мы наконец-то сделали кучу для загрузки для передачи статических данных потом нам необходимо будет скопировать данные об этом треугольнике в сам буфер вершин и после чего инициализировать вертекс буфер view ресурс мы сделали на устройстве теперь надо скопировать данные о треугольнике в вертекс буфер буфер вершин для этого нужно указать начало данных буфера в переменную uint8 далее возьмем именно промежуток для чтения так как мы не хотим читать данные из этого ресурса на процессоре центральном то у нас read range 0 теперь нам необходимо как-то сделать мэппинг ресурсов сказать что у нас буфер начинаются вот с нуля то есть у нас есть саб ресурс есть у нас промежуток для чтения и есть начало данных теперь с помощью mem copy копируем данные из triangle vertices в vertex data begin размером triangle vertices затем делаем unmap все то есть сначала мы как бы сделали проекцию данных скопировали с помощью mem copy из triangle vertices в vertex data begin значение вершин и освободили буфер все теперь нам остается инициализировать vertex buffer view для этого нужно создать новую переменную типа d3 d12 vertex buffer view vertex buffer view задается с помощью параметров расположение буфера stride это смещение и размера в байтах давайте зададим буфер location получим его из виртуального адреса на графическом процессоре размер в байтах будет размера типа структуры вертексов который мы сделали и размер в байтах вертекс буфер сайз очень похоже на directx 11 теперь после того как мы все это объявили и загрузили нам нужно как-то синхронизировать объекты потому что мы должны ждать промежутка времени когда ассеты наши загрузятся в графический процессор для этого используется такой термин как ограждение фенсы мы используем фенс с флагом none и теперь мы должны этот фенс в виде переменной создать чтобы хранить что-то после того как мы сделаем вот этот фенс ограждение или забор мы создадим дескриптор события для использования синхронизации кадров и потом завершим дождемся завершения работы с графическим процессором то есть мы теперь синхронизируем работу сейчас мы увидим как это все работает вместе нам еще необходимо будет сделать значение ограждения фенса или забора у нас есть фенс валью фенс валью у нас по умолчанию единицы равен теперь мы должны сделать что-то что будет эвенты получать события эвент хэндл для синхронизации кадров с помощью create event создаем эвент и должны теперь данный эвент куда-то записать если мы не смогли этот эвент получить то мы получаем из win32 api ошибку и читаем ее давайте объявим новую переменную это будет handle тип данных фенс эвент переменная и запишем значение которое возвращается из функции create event теперь если у нас по каким-то причинам вернулась пустой указатель вернулся то здесь нужно обработать ошибку в простом случае нужно везде обрабатывать ошибки после вызова каждой функции которую мы использовали в этом видео это уже в дальнейшем мы проработаем я покажу как просто ошибку обрабатывать можно использовать stdlib и оттуда взять метод throw with nested то есть вызвать ошибку с дочерними с листингом дочерних вызовов нам нужно из hresult from win32 получить последнюю ошибку потому что мы по каким-то причинам не смогли окно сделать и наш фенс не получился теперь нам нужно будет после всего вот этого пайплайна после загрузки ассетов нужно будет подождать предыдущий кадр давайте сначала проработаем методы жизненного цикла во время настройки пайплайна переменная command list использовалась для записи и выполнения всех команд теперь этот элемент можно повторно использовать в цикле отрисовки итак отрисовка включает вызов для заполнения списка команд populate command lists после чего можно выполнить этот список команд и предоставить следующий буфер в цепочке буферов то есть мы заполняем список команд выполняем список команд далее предоставляем кадр и дожидаемся завершения работы графического процессора чтобы предоставить кадр необходимо из swapchain вызвать метод present с аргументами синхронизации интервала равное 1 и вторым аргументом 0 предоставляем и далее как я уже говорил ждем предыдущий кадр при уничтожении данного класса нам необходимо подождать предыдущий кадр и после чего закрыть handle то есть закрываем событие дожидаемся завершения работы графического процессора и закрываем событие теперь что у нас остается для реализации во-первых инициализируем начальные значения для данного класса game нам потребуется индекс кадра по умолчанию это 0 затем мы будем инициализировать пока что мы не знаем что такое viewport но напишу для себя что viewport необходимо здесь задавать итак как происходит заполнение списка команд ожидание завершения кадра неэффективно для большинства приложений в данном случае для примера будем использовать по порядку следующие вызовы процессов для начала будем вызывать сигнал получать значение заграждения фенса и прибавлять фенс валью на единицу дождемся события и обновим индекс кадра итак давайте посмотрим как это делается берем вызываем сигнал получаем фенс передаем значение в переменную юинт 64 фенс прибавляем значение фенс валью теперь получаем комплит от валью из заграждения это не оптимальный способ опять же то есть он упрощенный и более сложные примеры для более эффективного использования ресурсов будут рассмотрены далее но пока что для погружения в DirectX 12 мы будем использовать такую вот концепцию ждем сигнала ждем объекта single object бесконечно и прибавляем вернее получаем значение индекса кадра из swap chain получаем из back буфера вот этот закадровый буфер по сути значение индекса кадра вот получили frame index готово в принципе нам осталось заполнить список команд чтобы заполнить и использовать список команд необходимо сбросить распределитель списка команд и сам список команд в более сложных сценариях можно сбрасывать распределитель каждые несколько кадров память связана с распределителем которая не может быть освобождена сразу после выполнения этого списка команд в данном случае мы сбрасываем распределитель после каждого кадра потом используем список команд повторно для текущего кадра и затем будем подключать окно просмотра к списку команд задаем прямоугольники нашего нашей корневой сигнатуры окна просмотра и ножницы что такое scissors это по сути некое окошечко которое идет в качестве такого объекта для обрезки именно кадра итак нам необходимо теперь добавить viewport что такое viewport это некоторая структура данных которая определяет окно экрана на которой отображается кадр для этого нужно задать начало по x по y затем передается ширина именно кадра и высота кадра в таком виде так как мы пока что не знаем что такое viewport наш файл без подключения заголовка будет выдавать ошибку visual studio будет ругаться потому что мы не подключили опять же заголовок нужно об этом помнить чтобы это исправить подключаем в game.h заголовок d3d x12 именно из-за того что мы его не подключили в хедере у нас возникает ошибка задаем теперь ножницы что такое ножницы это под окно по сути в котором отрисовывается что-то то есть нам нужно квадратик задать ножниц set scissors rect и опять же возникает у нас потребность определения новой переменной scissor rect этот прямоугольник в нашем случае будет идентичен вьюпорту но тип данных у него немножечко другой это rect scissor rect его опять же нужно будет задать при инициализации класса давайте scissors rect зададим в следующем виде начало 0 0 по x y потом ширина через long передается опять же из окна и высота задали наш квадрат ножниц теперь нам нужно указать что наш back буфер то есть наш фоновый задний буфер будет использоваться в качестве целевого объекта отрисовки для этого нужно использовать ресурс барьер использовать дескриптор handle и объявить ом set render targets что это такое давайте для начала передадим ресурс барьер он у нас объявляется через задание новой структуры ресурс барьер у нас будет барьер для перехода transition барьер по умолчанию давайте зададим параметры transition то есть можно вызвать такой барьер перехода тут нужно передать ресурс состояние до состояние после и именно интеджер под ресурса состояние до у нас ресурс state у нас будет насколько я помню в данном случае это состояние при present а после мы задаем состояние другое у нас будет ресурс state так как мы используем rtv то мы можем использовать render target вот то есть у нас есть именно цель для отрисовки обратная ситуация будет возникать когда мы будем задавать именно использование бэкбуфера для того чтобы предоставить кадр потом мы увидим что у нас ситуация поменяется итак давайте для начала сделаем описание render target rtv handle это у нас делается следующим образом получаем из нашего cpu описание handle для начала кучи получаем вот в таком виде rtv handle передаем именно индекс кадра размер дескриптора теперь задаем render target и передаем туда rtv handle наконец-то записываем команды чтобы отрисовывать что-то на экране его нужно очищать после каждого этапа отрисовки для этого определим цвет фону в нашем случае это будет серый цвет он определяется в таком виде rgb у нас 0.1 а альфа канал единицы равен это цвет для очистки фона экрана можно использовать другой какой вам угодно будет итак мы должны очистить rtv render target потом задать примитивную топологию задать буфер вершин и отрисовать на экране вот в таком порядке давайте это и сделаем у нас будет примитивная топология в нашем случае это трианглы то есть треугольнички задаем через флаг такой d3d primitive topology triangle list список далее задаем вертекс буферы передаем туда стартовый слот 0 количество view 1 и vertex буфер view после чего отрисовываем через draw instances у нас три вертекса количество инстансов 1 и 0 0 последующие параметры таким образом мы отрисуем на экране треугольник теперь нам нужно сказать что мы используем наш бэк буфер для именно предоставления на экран ресурса для этого нам нужно сделать новый барьер барьер задается в немножечко в другом виде у нас опять же будет transition barrier но сначала у нас используется ресурс стоит render target это у нас первое состояние и второе состояние это у нас present то есть мы меняем местами состояние тот же transition barrier и так передаем сюда transition barrier и закрываем список команд вот наконец-то мы смогли сделать весь pipeline для графического движка на C++ с использованием DirectX 12 и еще нам необходимо вначале задать размер дескриптора RTV можно также задать и другие параметры потому что они не инициализованы но давайте наконец-то проверим работает ли наше приложение запускаем дебаггер и смотрим что все компилируется но возникает ошибка связанная с тем что где-то у нас неправильно был написан шейдер после исправления запускается окно опять же смотрим у нас почему-то не отображается треугольник что-то не так с процедурой window procedure мы не получаем экземпляр дочернего класса и его никак не используем почему так произошло потому что у нас окно не обрабатывает экземпляр игры game теперь я покажу еще один способ для объявления колбека вот этой процедуры окна можно объявить в window.h написать что у нас есть такая процедура что это callback и мы будем знать в заголовке что у нас есть еще вот такой вот window процедур чтобы не затерялась она внутри cpp файла теперь получаем указатель на нашу игру на game класс для этого мы можем оказывается из окна но для начала нам нужно подключить заголовок game.h нужно скастить с помощью reinterpret каст то есть привести к типу класса game именно указатель из h window вот в таком виде и вторым параметром user data передаем вот в таком виде мы получаем указатель на класс дочерний и теперь мы его должны использовать потому что мы нигде не инициализировали нашу игру или графический движок в данном случае это класс game теперь нужно подумать что мы будем возвращать во первых будем возвращать window procedure в любом случае потому что мы поменяли всю архитектуру вообще окна передаем параметры вне зависимости от того что у нас там пришло ушло в любом случае их будем передавать опять же мы пока что не исправили ту ошибку из-за которой все возникает мы не инициализировали game во первых тут необходимо скобочку вернее удалить оставить запятую скобочки поменять ошибся запускаем еще раз и смотрим окно запустилось но графический наш движок не работает давайте теперь подумаем где инициализировать его можно инициализировать на этапе обработки сообщения отрисовки это wm нижнее подчеркивание paint то есть это сообщение отрисовки вот нашего окна в вин32 итак внутри wm paint мы будем проверять если у нас наша игра один с треугольничком но это пока не игра например если есть у нас game1 указатель получен то можем вызвать метод во-первых update и во-вторых render то есть он render таким образом мы запускаем графический движок запускаем отладку и смотрим что наконец-то мы смогли с вами отобразить заветный треугольник с тремя цветами все исходники и дополнительные материалы а также проект к данному видео доступны в интенсиве 3d игровой движок на c++ переходи по ссылке в описании благодарю за просмотр видео видео м Продолжение следует...